Всем привет! Сегодня мы будем восстанавливать аккумулятор от электропилы. Он состоит из аккумулятора 18650. И сборка его 5S2P, что в итоге на выходе 20 вольт и 5 ампер, поскольку емкость каждого аккумулятора 2500 мА. Суть данного видео, как собрать аккумулятор, не имея контактной сварки. Несколько аккумуляторов вышли из строя и потеряли свою емкость, что требует замены. Мы решили заменить абсолютно все аккумуляторы на новые емкостью 3 А. Потерявшие емкость аккумуляторы можно определить с помощью мультиметра. Те, у которых меньше 3,2 вольт, можно смело выкидывать. Остальные сохраняем и используем в других целях. С помощью кусачек или паяльника отсоединяем контакты БМС-контроллера заряда от контактов аккумулятора, предварительно запомнив, что куда подключается. Лучше всего нарисовать схему, чтобы потом правильно собрать аналогичную сборку. Наша схема выглядит так. БМС-контроллер служит для равномерного заряда аккумулятора и защищает от перезаряда, так как если перезарядит 18650 выше, чем 4,2 вольт, он может выйти из строя. Номинальное напряжение аккумулятора 3,7 вольт. Именно с этим напряжением аккумуляторы поступают с завода и хранятся на складах. Однако бывают и исключения, зависящие от характеристик. Далее аккуратно с помощью плоскогубцев отрываем контакты от аккумуляторов и откручиваем холдер от БМС. Данный БМС имеет датчик температуры и он прошит на определенный диапазон, после чего БМС отключит питание для защиты от перегрева. Как правило, это до плюс 50 градусов. Минусовые и плюсовые контакты с железками можно смело откусить или выпаять. Далее с помощью стрипера защищаем вывода БМС. Это можно сделать аккуратно и с помощью лезвия или острого ножа. Вместо родного холдера мы используем наш с выводами для пайки в плату. Мы их будем спаивать между собой с другими холдерами по схеме, тем самым не паяв аккумуляторы, что может их повредить из-за высокой температуры. Холдеры можно соединить между собой стяжками, так как в них есть специальные отверстия. Наши отсеки на 4 штуки, поэтому приклеиваем на китайские сопли еще один отсек и спаиваем, соблюдая схему. Поначалу мы использовали тонкий кусок проволоки, но лучше использовать кабель потолще, дабы избежать отпайки, так как они могут сильно нагреться и обломаться. Далее без труда вставляем батареи согласно схеме. Замеряем аккумулятор. Один край у нас минус, второй плюс. На выходе 18,8 вольт. При полной зарядке должно получиться ровно 21. За счет последовательного соединения при полном заряде каждого до 4,2 вольт. И 6 ампер за счет параллельного. Далее припаиваем БМС, не забывая соблюдать подключение по нашей схеме. И не забывая про диэлектрическую бумагу, которая заизолирует контакты. Она была родной. После того, как мы все подключили, перед этим проверив, можно все клеить термоклеем для прочности и замотать изолентой. Обычно подобные сборки закрывают текстолитом и гидроизоляцией термоусадкой для 18650. Далее проверяем с помощью зарядки. Все зарядилось. Теперь проверим в работе. Если данный выпуск был тебе полезен, ставь палец вверх и не забудь подписаться на наш канал. Всем пока. С вами был канал Паять или не паять.